христос воскресе в эти непростые для всех нас дни когда идет период самоизоляции многие люди находятся дома так хочется о чем-то хорошим с вами поговорить как-то к одному старцу пришел новоначальный инок и спросил у него отче у меня такие плохие мысли столько всякого недоброго в голове моей посоветую что мне делать и старец ответил ему если не хочешь думать о плохом думай о хорошем вот и мне сегодня хотелось поговорить с вами о хорошем каждый из вас наверняка в эти дни когда мы дома находит для себя дело по интересам по увлечениям кто-то пишет или сочиняет музыку читает книги изучает священное писание этим же занимаются и простые священники как мы но мне лично очень нравится еще и рисовать и вот о картине который я сегодня нарисовал хочу вам сегодня рассказать эта картина моей мечты если хотите давние и мне казалось несбыточная почему потому что все не хватает время то армия учеба потом служба потом строительство храма потом а потом и потом но нарисовав матушке цветы потом попробовав себя в море морском пейзаже у меня появилась большая мечта нарисовать хождение иисуса христа по водам почему я поясню потому что это самое любимое мое место в евангелии у каждого из нас есть самое любимое место цитата в священном писании 14 глава евангелиста матфея с 23 по 33 стих это моё самое трогательное во всяком случае моё в евангелии место которое заставляет меня остановиться подумать и поразмышлять и вот то о чем я думал рисуя эту картину мне хотелось бы вам сегодня рассказать если вы немножко найдете для этого времени ну во первых нужно помнить что время которое вышел иисус христос это время когда он напитал пять тысяч человек пятью хлебами двумя рыбами пошел в горы помолиться а затем отправляя учеников своих на ту сторону генесиресского моря сказал что они обязательно еще встретиться и вот в четвертую стражу ночи что это за время нужно сказать что у римлян ночь ночная стража разделялась на четыре периода первый с 18 до 21 часа второй с 21 до полуночи третий период ночной стражи от полуночи до трех часов ночи и от трех до шести утра это четвертая стража и вот на рубеже третьего и четвертого часа это около четвертого часа ночи иисус христос пошел к ученикам своим по воде когда они были в море и поднялся очень сильный шторм волны били о лодку волнами и христос подходит к ним и петр как и все ученики увидев яркий свет вдруг воскликнули это призрак но христос сказал это я не бойтесь как важно сегодня всем нам услышать эти слова это я это христос не бойтесь тогда когда вы окажетесь среди бушующего житейского моря когда ваша лодка буквально как бы будет идти ко дну будет потеряна мачта будут бить волны а борт нашей лодки но если мы с богом то господь идет к нам для того чтобы спасти и так когда апостол петр увидел идущего христа он попросил чтобы он пошел к нему по воде и христос сказал иди мы с вами знаем когда он пошел по воде она его держал почему вода держала апостола петра потому что он шел ко христу ни о чем не задумываясь он так верил что христос и есть тот который спасает людей от любой жизненной ситуации что пошел к нему по воде но как только увидев набегающую волну усомнился и тут же стал тонуть закричал господи спаси меня погибай и христос подходит к нему и протягивая руку говорит ему зачем ты усомнился маловерный ведь шел пока верил как это похоже на нас правда когда мы верим когда мы не сомневаемся то буря шторм волны мы идем потому что перед нами христос и мы идем к нему и тот кто идет ко христу тот кто избрал для себя этот путь истину и жизнь смыслом и целью своей жизни он должен всегда помнить что бог никогда не оставит верных и любящих его вот сегодня мне хотелось бы размышляя в этой картине сказать вам несколько очень важных слов которые во время ее написания так и хотелось мне вам сказать во первых что это такое четыре стражи первое стражи это период закона по учению святых отцов это первый период ветхозаветного учения когда закон вошел в мир второй это период пророков третий период то есть третья стража это период бога воплощение когда христос пришел в мир а что ж такое четвертая стража в которой христос пошел по водам чтобы спасти своих учеников это время второго его пришествия вот над этим поразмышляйте пожалуйста глядя на эту картину это второе пришествие господа нашего иисуса христа почему святые отцы увидели в этом сюжете второе пришествие потому что время в которое входит христиане и вся церковь подобно теперь этой лодке а перед антихристом и во время его правления это будет лодка которая будет сокрушаться волнами но христос ее спасет это кто будет на борту этой лодки то есть кто будет в церкви невзирая на то что будет шторм будет буря будет бить в борт каждого из нас обстоятельства нашей жизни и мы видим как это все происходит уже сегодня все равно тот кто будет в церкви на этой лодке спасительном корабле святого православия того христос не отдаст на погибель а обязательно придет и спасет почему святые отцы видели в этом сюжете второе пришествие нашего господа потому что он есть свет и он сказал не оставлю вас и я с вами во все дни до скончания века мы должны не забывать что каждого из нас и в личной жизни и в церковной жизни не только ожидают но и уже каждый из нас чувствуют эти волны треволнения житейских бед скорбей и жизненных неурядиц не смущайтесь только веруйте веруйте и идите с петром по волнам по волнам этого житейского моря нашей временной жизни помните что перед пришествием христа будут еще большие скорби еще большие страдания еще большие гонения и кажется что лодка нашей церкви будет полностью сокрушена и вот-вот будет близка к потоплению но не смущайтесь потому что христос сам сказал церковь мою созижду и врата ада не одолеют я давайте дорогие мои все те кто является членом этой церкви христа спасителя как на том спасительном корабле невзирая на все штормы на все бури и ветер все преодолевать молясь богу и знать что он придет еще раз и скажет нам не бойтесь я с вами дай бог нам дорогие братья сестры ни в коей мере не унывать но а эта картина как раз и была мечтой моей жизни и я очень рад что сегодня моя мечта исполнилась храни всех вас христос мир вам всем и божие благословение